Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как сделать так, чтобы ваше приложение не удалялось пользователями, а использовалось с удовольствием. То есть мы поговорим о том, как мы можем облегчить работу с вашим мобильным приложением через правильно построенный UI и UX дизайн. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Вы как разработчики очень долго, плодотворно трудитесь над своим мобильным приложением. Мобильное приложение это такой очень дорогостоящий продукт в плане времени, который вы вкладываете на его разработку. И очень неприятно, когда ваше приложение, когда вы выпускаете уже и запубликуете его в Google Play, оно либо не пользуется популярностью, либо его скачивают, но потом через некоторое время удаляют. Это очень неприятный осадок. Одной из такой причин удаления является неправильно построенный UI и UX. Я как-то несколько лет назад читал книгу, ее выпустил автор Стив Круг, она называется «Не заставляйте меня думать». И в этой книге автор рассказывал о том, что любые действия с вашим продуктом, в данном случае с приложением, не должны вызывать у вашего пользователя вопросов. То есть, если нужно что-то сделать, это должно, во-первых, не вызывать вопросов, как это сделать. Во-вторых, этот функционал, который хочет сделать пользователь, не должен растягиваться более чем на его два действия. Вот это очень важный момент. То есть, мы должны делать наши мобильные приложения максимально удобными. И так, чтобы пользователь не задумывался, как это сделать, и он мог это сделать довольно-таки быстро. Очень ярким примером неправильного UI, UI, UX может служить обычное поле для ввода информации. Поля для ввода информации нужно использовать максимально, как можно меньше. Там, где их заменить на автоматическую систему, не используем поля для ввода. Что такое поле для ввода для потенциального вашего клиента? Открывается поле для ввода, вот, думает, нужно водить что-то, что-то мне это лень, не хочу водить. Пользователи сейчас, они максимально ленивые. Вы вспомните себя, вы охотно вводите всякую информацию в приложение? Я думаю, что не особо. И что же нам делать, как разработчикам? Например, если ваше приложение требует от пользователя видеть количество, то можно вместо поля для ввода количества поставить какой-нибудь слайд, чтобы можно было протягивать, и автоматически пользователь перетягиванием, скажем, кнопки, мог выбирать количество или подготовить уже готовые варианты с количеством. Например, в вашем, ваше приложение по заказу продуктов, его пользователю нужно выбрать упаковку. Килограммы, граммы, литры, миллилитры, в зависимости, что, какой продукт, да, вы можете сделать либо отдельными чипами это все дело, либо отдельными кнопочками, либо опять же слайдом. Потом, когда, допустим, выбирается килограмм, сразу автоматически появляется вторая область выбора, количество, сколько килограмм ему нужно, и в таком же варианте, просто понажать он мог выбрать. Не вводить все это вручную, а понажатию это делать. Конечно, есть такие поля, которые мы не можем заменить, такие как имя, фамилия, когда, допустим, пользователь заказывает какой-то товар в приложении для магазина. В данном случае, что мы можем сделать? Мы можем сделать самогенерирующие подсказки, то есть забить, закачать через специальные библиотеки базу с общими именами, да, чтобы человек начал вводить свое имя и выбирал, да, либо все-таки свести к минимуму использование таких текстовых полей, в принципе, ввести имя и фамилию, это уже не вызывает не такие уж трудности. Кроме того, если в вашем приложении есть опция авторизации регистрации, то имя может выходить уже из общей базы, в которую попадают данные, когда пользователь регистрируется или авторизуется в ваше мобильное приложение. То есть тоже можно свести к минимуму. То есть в чем суть? Мы, как разработчики приложений, должны облегчить работу с нашим приложением и сделать пользование приложением максимально удобным. И одним из таких аспектов является уменьшение количества текстовых полей для ввода информации. Не заставляйте ваших пользователей делать лишние какие-то действия. Ну и к общим таким рекомендациям относятся, что все ваши виджеты в кнопке должны быть удобны, должны быть расположены так, чтобы было удобно пользователям. Возьмите ваше приложение как пользователь и посмотрите, удобно ли вам им пользоваться, удобно ли дотягиваться до этой кнопки, удобно ли смотреть здесь информацию. Протестируйте ваше приложение как пользователь. Если что-то неудобно, то срочно меняйте. Если неудобно вам как разработчику, то есть тому человеку, чье приложение, которое он видит перед глазами, оно очень дорого, то поверьте мне, клиентам, то есть пользователям вашего приложения будет еще более неудобнее, чем вам, это очень важно, поэтому обязательно тестируйте UI, UX, то есть UI это внешний вид, красиво, некрасиво, давят цвета, не давят цвета на глаз, как красивый у вас дизайн, некрасивый дизайн, эффектный, интересно им пользоваться таким приложением, неинтересно им пользоваться. И обязательно тестируйте UX, то есть как, удобно вообще это или неудобно. И третий аспект, минимум инструкций, то есть ваше приложение, конечно, каждому приложению пользователь разрабатывает инструкции о том, как пользоваться данным приложением, но на 70% пользования вашим мобильным приложением должно быть понятно интуитивно, уже на интуитивном уровне вашему пользователю. То есть он должен без всяких инструкций понимать, как он может реализовать 70% функционала этого мобильного приложения. Все должно быть логично и понятно. Итак, давайте подведем итог. Во-первых, минимум действий от клиента, то есть минимум всяких полей для ввода информации от пользователя, нужно все это максимально автоматизировать. Ваше приложение должно быть интуитивно понятно без всяких инструкций, то есть большинство функционала должно быть понятно интуитивно. И в целом ваше приложение должно быть удобно и красиво по дизайну и удобно по использованию. Это, в общем, самый главный аспект. Если вы сделаете все эти шаги, о которых я вам сказал, реализуете ваше мобильное приложение, тогда пользователи не будут просто так уходить с вашего приложения из-за того, что им неудобно пользоваться. И поверьте, очень многие пользователи уходят именно из-за этого. Если вы это реализуете, то вы сократите количество возможных удалений вашего мобильного приложения со смартфонов пользователей на 50% как минимум. Это очень важно. Поэтому реализуйте. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи в следующих эфирах. Всем пока. Продолжение следует.